Дональд Трамп выиграл праймерис в штате Индиана, фактически закрепив за собой статус кандидата в президенты от Республиканской партии США. Его соперник Тед Круз вышел из предвыборной гонки. С тяжелым сердцем, но с безграничным оптимизмом по поводу будущего нашей страны, мы приостанавливаем кампанию. Несмотря на шутки и критику в СМИ, Трамп продолжает завоевывать штат за штатом. Юрист и медиакритик Лайонелл считают, что успех миллиардера стал сюрпризом даже для его однопартийцев. Как не стремятся потопить кампанию Трампа, его популярность растет в геометрической прогрессии. Он может ограбить банк в прямом эфире и сказать, я Дональд Трамп и я ограбил банк, и все ему только поаплодируют. Вот это наш человек, все говорит на чистоту. Трамп презирает все правила. Элита солидной республиканской партии, партии Рональда Рейгана, Ричарда Никсона и Джорджа Буша, просто не может в это поверить. Что касается демократов, сторонники Хилари Клинтон в Индиане были уверены в победе. Но в конечном итоге их ждало разочарование, поскольку избиратели в Индиане отдали предпочтение Берни Сандерсу. Впрочем, несмотря на победу, шансов на выдвижение единым кандидатам от демократической партии у него почти нет. Поставьте кого угодно против Клинтонов. Победят все равно Клинтоны. Не потому, что наберут больше всего голосов или лучше всех подходят на должность, а потому, что они одержат победу. Всегда делайте ставки на Клинтонов. Не забывайте, когда Альберт Гор боролся за президентское кресло с Джорджем Бушем-младшим, он получил больше голосов, но главой государства стал Буш. У нас свои правила, у нас потрясающие выборы.